Всем привет! Сегодня я вам покажу как установить Kitten PHP, он же KPHP, на Windows и работать с ним опять-таки на Windows с помощью Windows Subsystem Linux. Для начала нужно установить сам VSL. У меня он установлен, но все равно я покажу как это сделать. Переходим на, просто вводим в Google VSL, переходим по первой ссылке на сайт docs.microsoft.com и повторяем эти команды в PowerShell от имени администратора. Дальше мы должны установить какое-либо ядро. Для этого можно просто перейти в Microsoft Store и в данном случае я буду пользоваться таким дистрибутивом как Ubuntu. Просто нажимаем получить или сразу открываем это через Microsoft Store и получается у нас уже все готово. Также я буду использовать Docker. Для этого нужно еще скачать Docker Desktop на Windows. и далее через команду apt install, sudo apt install установить Docker еще и на Windows, ну, на подсистему Ubuntu. Будем это говорить так. Далее. Открываем, открываем Ubuntu и просто можно дальше следовать простым же указаниям по установке. То есть, вот, для тех, кто хочет установить DEP пакет, я же буду пользоваться опять-таки Ubuntu. Для начала выполним команду pull. Также у вас должно появиться в Docker десктопы во вкладке images.vk.com. slash php php, будем это называть так. Далее. Создадим папку, как названо на официальном сайте. Также ее и назовем kphp project и перейдем в нее. Оп. Просто так же. Создадим какую-нибудь файл. Пусть он же у нас будет index.php. И откроем с помощью проводника. Вот такой вот очень простой команды. Оп. Для начала введем команду, которая доступна на сайте. Но вообще можно использовать любую. Далее я это продемонстрирую. Выполняем эту команду. То есть мы по сути запускаем наш контейнер через Docker. Оп. Потом компилируем собственно с помощью kphp наш уже php файл. То есть что такое kphp я подробно объяснять не буду. Но проще говоря это php код переводится в C++. Который можно потом же еще и собрать. вказать. Открываем наш сервер. Порт можно указать любой. Но опять советую именно этот. Вообще можно установить вот то что мы еще смотрели с помощью db. db. Можно провести эти команды. Но они менее удобные что ли. Все. Просто переходим и вот код hello from kphp. Введите число. Пусть это будет 11. И получим квадрат 11. 121. Также мы можем выполнить любое другое. Что нибудь. Например. Ввести переменную r. Выдать ей значение 1. И впоследствии с помощью html кода. Ввести эту единицу. То есть как бы переменную. Опять таки саму функцию и язык я объяснять не буду. Но так я уже ошибку сделал. Тут нужен $. фервер. Оп. 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 Повторяем команду с index.php. Запускаем фервер. Перезагрузим. И уже видим нашу единицу. Для тех кто хочет еще посмотреть. мы можем написать ls. Перейти в kphp.out. Вписать команду ls тут. Перейти в папку kphp. И посмотреть. И посмотреть. И также перейти еще в папку tassel. И посмотреть что у нас есть здесь. В данном случае у нас здесь собственно нет ничего. Но если опять таки смотреть. Если бы вы вводили вот именно эту же команду. То тут объяснять что был код php. Его взяли и переделали с аргументами в c++. И что вот. Он теперь выглядит именно вот так. Но это не очень интересно. Можно конечно смотреть. Все файлы. Так можно сделать. Вот так можно сделать. В сути это никакого значения не имеет. Просто посмотреть что представляет из себя kphp. И по сути все. Я написал вот такой небольшой скрипт. Здесь создается переменная. Массив с переменной. Потом создается функция. Выводит hello world. Эта функция вызывается. И в php.out. В html шаблон выводится. Переменная r1. И выводится количество из массива по ключу spuns. То есть 35. В итоге у нас получается вот такой. Write msg.h. С функцией где. Даже написано. Источник. Строка. Номер строки. Переносится вот в этом. Т.е. Уже определилось. Что это стринг. Что это строка. Что это строка. Также создается вот этот файл. Где тоже пишется. Что это строка. Источник. Что 1. Это у нас. Или же она уже переменная r. Это. Integer. Integer. Ну то есть. Опять таки. Числом. Выводится. Hello world. А. Стоп. Здесь же выводится 35. 5. То есть. Из. Вот этой. Константы. Из. Массива. Здесь. Выводится. Этом. Ну то есть. Эта же функция. И. То же самое делается. В этом же шаблоне. И. Получаем еще. Вот. Такой файл. С большими. С большим количеством. Массивов. Где. Собственно. В этой строке. У нас. И. Подписано. Что. Вот. Здесь. Если это. Расшифровать. То. Вот. У нас. Есть. Plates. Spoons. Knives. Где. Вот. BR. П. То есть. HTML. Код. Виден. И. Hello world. Т.е. То. Что. У нас. Должно было. Собственно. Ну. Что. Собственно. У нас. Появилось. Здесь. Hello world. Не. Появился. Потому. Что. У меня. Вообще. Фервер. Установлены. Старая. В общем. Для того. Чтобы. Запустить. KPHP. На. Достаточно. ВСЛ. И. Все. Производится. Та же операция. Что. И. На. Обычном. Ubuntu. Или. Linux. Debian. Или. Других. Дистрибутивов. И. Да. Всем. Удачи. Всем. Пока.